Гуаида заявил, что не боится за свою жизнь Попытка госпереворота в Венесуэле Гуаида заявил, что не боится за свою жизнь 16 часов РИА Новости Дмитрий Знаменский и сторонники Хуана Гуаида во время митинга в Каракасе, Венесуэла 26 января 2019 года РИА Новости Дмитрий Знаменский, Москва 28 Янфрио Новости Глава оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаида Объявивший себя временно исполняющим обязанности президента страны Заявил в интервью колумбийскому изданию Тай-Импо Что не боится за свою жизнь Ранее Межамериканская комиссия по правам человека, МКПЧ Согласилась принять меры предосторожности для защиты Хуана Гуаида и его семьи Согласно принятой резолюции МКПЧ попросила Венесуэлу принять меры для защиты прав на жизнь Неличную неприкосновенность и гарантировать безопасность Хуана Гуаида и его семьи 1540 Гуаида считает, что народных маршей достаточно для смены власти нет Ничего подобного «Я чувствую себя уверенно, но принимаю необходимые меры предосторожности» Заявил Гуаида в ответ на вопрос, опасается ли он за свою жизнь Гуаида при этом отметил, что риск быть задержанным представителями режима существует с тех пор Как он вступил в должность спикера Национальной Ассамблеи 5 января Но в Венесуэле настал момент, когда нужно брать на себя ответственность и выполнять обязательства «Я беру на себя свои. Я не уклоняюсь от них», — сказал самопровозглашенный в Рио президента 24 января 12.47 Венесуэла сбилась с американского сценария Теперь там два президента службы разведки Венесуэлы Сэбель уже задерживала Гуаида неподалеку от Каракаса 13 января, где он должен был провести ряд встреч, но вскоре отпустила Гуаида также заявлял, что не боится тюрьмы после того, как Верховный суд Венесуэлы заявил о недействительности любых решений Национальной Ассамблеи страны, находящейся под контролем оппозиции, и попросил прокуратуру принять меры к депутатам На прошлой неделе в среду в Каракасе начались массовые протесты против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро Спикер парламента страны Хуан Гуаида в этот же день объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства США и ряд других стран заявили о признании Гуаида и потребовали от венесуэльского президента Мадуро, избрания которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал марионеткой США 3-2 Гуаида рассказал о тайных переговорах с венесуэльскими военными к настоящему времени Помимо США, статус Гуаида в качестве временного главы государства признали Бразилия, Канада, Аргентина, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу, Грузия, Албания и ряд других стран Кроме того, Великобритания, Германия, Франция и Испания заявили о намерении признать Гуаида временным президентом страны, если в Венесуэле в течение 8 дней не будут объявлены новые выборы Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы